Скажем нет меховой индустрии, скажем нет жестокости, скажем нет эксплуатации животных. Мы не носим бедный кожу, жить животным, как хорошее. Такие лозунги прозвучали в 47 городах России. Животные не одежда. Акция против меховой индустрии. В Владивостоке массово отстаивать права животных вышли впервые. В прошлом году я стояла одна, сегодня такая поддержка. Это великолепно. Чем больше людей будут об этом знать, чем больше людей будут рассказывать своим родным, своим друзьям о жестокостях меховой индустрии, тем быстрее мы придем к тому, что мех это будет абсолютно неактуально, не модно и даже аморально. За неделю организаторы собрали нужные документы для проведения мероприятия активистов и подготовили плакаты, листовки, баннеры, на которых явно видно, что происходит с животными после жизни и как зверски их ее лишают. Мы хотим, чтобы люди осознанно отказались от убийства животных ради одежды. Создано огромное количество чудеснейших материалов искусственного происхождения, одежда из которых позволяет прекрасно переносить холод в 60 градусов. Пришли на акцию ребята неравнодушные, присоединялись к ним такие же. Все участники давно отказались от меха и кожи, а этой роскоши нашли безобидную и не менее теплую альтернативу. В шубах нет необходимости, чаще всего они их носят для показания своего какого-то статуса, для моды. Миллион лет назад определенная группа обезьян эволюционировала по различным факторам. С них спала шкура и не нужна была мех, скажем так, животным. Они охотились, но сейчас мы, по-моему, вышли из этого периода и это нам не обязательно. Полярники уже давно отказались от меха и носят технологичные материалы, такие как тинсулейт и холофайбер. Участники акции привели с собой своих питомцев. Особое внимание получил лис Вук. Ему было две недели, когда его спасли и взяли к себе домой молодые люди. У нас он полтора года, а его зовут Вук. А Павловна, когда ему было две недели, и в общем живет, раб лица жизни. Я поддерживаю полностью, я тоже не люблю шубы и за то, что люди делают эту акцию. На животных ставят эксперименты, тестируют косметику, сдирают шкуру. Причем нередко – на живую. Интернет-подобным видео завален. Но на то, какими методами изготавливаются меховые и кожаные изделия, многие закрывают глаза. Красота, они считают, требует жертв. Среди прохожих нашлись и те, кто считает иначе. Правда, их меньшинство. Жалко животных, мы их любим. Мне кажется, взять искусственный мех, кожу, на вид нет, сильно отличается. Во-первых, это устарело, а во-вторых, это животные. Животные – это не одежда. Для одной шубы убивают 100, 250 белок, 55 норок и 18 бобров. Но гораздо приятнее и теплее посмотреть в глаза живого животного. Алина Черненко, Игорь Полтов. Новости на восьмом.